В эфире телекомпания «Город». Программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Почти месяц родственники искали мужчину, которого приятели затолкали в багажник его же автомобиля, убили и закопали в соседнем селе. Я отказался рить, потому что я сказал, что я не буду. Сказали, не будет, да? Да. Ищем очевидцев. У торгового дома «Шереметьевский» был смертельно ранен 43-летний рязанец. Существенное значение имеют показания водителя автомашины, предположительно темного цвета, кузов типа хэтчбэк, который в указанное время подвозил от торгового центра «Шереметьевский» мужчину. Бомба замедленного действия или итоги третьей операции «Нелегальный мигрант». В селах и деревнях не прийти домой после очередной попойки – дело обычное. Но таинственное исчезновение одного из жителей Спасского района сразу вызвало вопросы и у родственников, и у сотрудников полиции. Почти месяц оставалась загадкой судьба 27-летнего мужчины. Сценарий убийства, как в дешевом фильме ужасов, даже названия говорящие. Пили в поселке Спиртозаводской, а товарища закопали рядом с деревней Зарыдки. Но эти детали стали известны много позже, а предшествовала им целая криминальная эпопея. Сначала троицу на автомобиле заметили сотрудники ДПС, но на просьбу остановиться водитель только прибавил газу. В результате погони компания не справилась с управлением и съехала в Кювет. Выяснилось, что пассажиры и водитель пьяны, а сама машина никому из них не принадлежит. Ее хозяин – 27-летний житель поселка Павловка. Легковушку отправили на штрафстоянку в Рязань, но оказалось, что законный владелец как в воду канул, хотя накануне все мужчины отдыхали вместе. По версии задержанных, он ушел домой раньше. Только спустя месяц удалось разобраться в коллективном вранье. Мужчину сильно избили приятелей, затем затолкали в багажник его же автомобиля и вывезли в поле, где добили и закопали. Основную роль в совершении убийства выполнял один – это молодой человек в возрасте 22 лет. Остальные лица были его пособниками. Я отказался лить, потому что я сказал, я не буду. Сказали, не будет, да? Все участники преступления – молодые люди в возрасте от 21 до 23 лет. По их словам, добили товарища, чтобы не рассказал о драке, а молчали, чтобы не повторить его участь. Сначала они опасались вот этого преступника, потому что характеризуется он как лицо в состоянии алкогольного опьянения агрессивное. Опасались его, что он может в отношении них совершить такое аналогичное действие, поскольку он физически сильнее их двоих. А после уже начала совершения преступления он уже стал шантажировать их тем, что вы присутствовали при преступлении, сидите нам всем вместе. Если вы мне откажетесь помогать, то я вас, соответственно, сдам. Главному подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Дополнительно будет рассмотрен и факт перевозки живого человека в багажнике. Остальные участники происшествия пока под подпиской о невыезде. И еще одна неприятная новость из Спасского района. В охотничьей беседке возле реки Тыся между селами Собчакова и Дубовича обнаружено тело 37-летнего местного жителя. Установлено, что мужчина с огнестрельным ранением в области живота был охотником, нашли его товарищи. Подозреваемый в убийстве был установлен уже на следующий день, им оказался житель города Рязани. Следователи пока не разглашают подробности следствия. Темнота не только друг молодежи, но и пособница уличных грабителей. Только за последнее время мы услышали несколько неприятных историй, в которых пострадали рязанцы. Причем во всех случаях хулиганы не сильно разбогатели. Буквально на днях полицейские раскрыли еще один грабеж, который произошел на улице Новослободской. Нападению подвергся 32-летний мужчина, который поздно вечером возвращался домой. Незнакомец в резкой форме пригрозил расправы и потребовал телефон и наличность. Завладев мобильником, налетчик скрылся. К счастью, пострадавший быстро сориентировался и нашел способ сообщить о преступлении в полицию. А еще хорошо запомнил вора, и вскоре тот оказался найден. Любимые объекты уличных грабителей – пожилые люди, подростки и девушки, гуляющие в одиночестве. У женщин, как правило, вырывают сумки, у несовершеннолетних отнимают телефоны. Пьяный прохожий и вовсе не сразу сообразит, что произошло. В любом случае, будьте осторожны, крепче держите свои рюкзаки и не привлекайте внимание хулиганов современными гаджетами. Дачного вора на минувшей неделе задержали сотрудники полиции. В уголовном кодексе мужчина разбирается не хуже, чем в дачном инвентаре. Статя 158. Проникновение в дачные кооперативы, в дачные участки. Сколько было в даче? Около 30. Преступника не сильно смущало даже присутствие хозяев, Пока те возились на грядках, вор забирал телефоны, ноутбуки, электроинструменты и прочее. Либо взламывал двери и окна. Деньги тратил, а часть награбленного сбывал. К другим темам. Следователи просят откликнуться водителя, который мог запомнить пассажира, подозреваемого в совершении преступления. Около 3 часов ночи 19 августа 2014 года на остановке улицы Новоселов, 53 микрорайона Дашково-Песочный, город Рязани, между тремя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. В ходе драки неизвестный нанес 43-летнему рязанцу удар ножом в бедро и скрылся. В результате полученной травмы пострадавший, успев перейти дорогу, скончался от кровопотери возле торгового центра «Шереметьевский». Есть информация, что подозреваемый в преступлении на вид 30-35 лет. Он был одет в светлые джинсы и кофту, похожую на Олимпику с капюшоном. В руках нес две сумки – спортивную и большую. На месте преступления мужчина, видимо, поймал машину темного цвета с козлом хэтчбэк. Сегодня следователи просят водителя автомобиля обратиться в железнодорожный МСО по адресу город Рязань, улица Братиславская, дом 25. Либо позвонить по телефону, который указан на экране – 92-06-45-96-09-63. Либо обращайтесь в нашу редакцию по телефону 720020 или 720021. Нелегальная миграция является одним из серьезных вызовов сегодняшнего дня, а противодействие этому явлению стало одним из актуальных направлений работы миграционных органов. Следует строго разделять понятие легальной и нелегальной миграции. Совсем без рабочей силы извне российской экономики придется трудно. Однако современные объемы нелегалов превышают реальную потребность страны, а потому наносят только вред. Действительно ли такое количество иностранной рабочей силы необходимо для России? Многие работодатели говорят, что да, и даже просят об увеличении официальных квот. Но все понимают – им просто выгодно использовать труд нелегалов. У них фактически нет никаких прав и законодательной защиты, а главное – им можно платить в разы меньше, чем легальному работнику, и уж тем более россиянину. Это территория бывшего совхоза «Овощевод», которая ныне сдается в аренду различным физическим и юридическим лицам. Преимущественно здесь находятся пилорамы и деревообрабатывающие предприятия. В качестве рабочих – гости из стран ближнего зарубежья. Какое количество из них трудится незаконно – и выясняли полицейские в рамках операции «Незаконный мигрант». Проводится плановая проверка предприятий, организаций различных форм собственности на предмет выявления иностранных лиц, а также лиц без гражданства, которые находятся на территории Рязанской области с нарушением миграционного законодательства. Подобные операции проводятся в четыре этапа. Это уже третий. Более 50 мигрантов были доставлены в отдел полиции для проверки. В теории все понимают, что если пересмотреть потребность российской экономики в иностранной рабочей силе, дать возможность российским гражданам занимать те рабочие места, которые потенциально привлекательны для гастарбайтеров, и одновременно с этим помогать бедным соседям развивать экономику на родине, то проблемы уменьшатся. На практике все с точностью до наоборот. И специалисты уже называют ситуацию с нелегальной миграцией бомбой замедленного действия. Сегодня социальные странички есть даже у малышей и пенсионеров, и многие ошибочно полагают, что в интернете, как в личной тетради, можно написать и разместить любую информацию. Только в этом полугодии в социальных сетях ВКонтакте задокументировано 28 эпизодов опубликования информационного контента экстремистского характера, а 24 пользователя на себе ощутили, что такое административная ответственность. Как показывает практика, большинство проблем подобного рода возникает не от большого ума, а как раз наоборот по причине отсутствия образования и воспитания. Необходимо отметить, что несмотря на наличие определенного жизненного опыта, обусловленного возрастом, образованием и социальным положением, все пронарушители крайне легкомысленно относились к содержанию материалов, которые размещались ими на своих личных страницах в социальных сетях. Хотя распространяемые видео и аудиофайлы содержали прямые призывы к совершению насильственных действий в отношении представителей ряда народностей и конфессий. Для непросвещенных и легкомысленных напомню, что есть утвержденный Миньюстом запрещенный список материалов. И если в 2007 году он состоял из 14 пунктов, то сегодня их больше 2000. И пара десятков лайков точно не стоит загубленной карьеры и испорченной биографии. Такая статья по хлеще клейма. В результате совершения таких необдуманных поступков гражданин привлекается к административной ответственности за совершение правонарушения экстремистской направленности, что в свою очередь влечет за собой ограничения избирательных прав и возможностей трудоустройства, в том числе федеральные и муниципальные органы власти. Ни один работодатель не будет связываться с человеком, который улечен в размещении экстремистских материалов. Тот неприятный случай, когда позорную запись не сотрут даже влиятельные знакомые. Подумайте об этом прежде, чем бросать на страничку запрещенное видео. Как часто, особенно при нападениях на улице, в ход идет все, что попадает под руку. Сегодняшний урок научит вас правильным действием, если противник вооружен вот такой палкой или, к примеру, битой. Замахнулись на вас палкой, идет удар. Делаем плоскость, уходим с линии удара и делаем плоскость. Прихватываем ручку, прихватываем ручку. А этой ручкой выводим за переносицу вниз. Другой вариант. Зашли. Внутрь зашли. Зашли внутрь. Удар идет в пах или коленом в голову. И сверху локтем добиваем противника. Палочку отнимаем и еще раз добиваем. Нож спрятан. Взяли и за шею, за руку. Может и не взяли. И сразу нанесли удар ножом. Все, зарезали. Сейчас Евгений правильно сделал. Сразу движение идет. Рукой тоже сделает. Если все пошло на тебя движение. Вот он пошел ударчик. Сразу отмах. Пошел удар расслабляющий. Вот это круговое движение от себя. Вот они руки. От себя пошло в движение, выпад. И лучше делать на одну ось, на одну руку. Из-за чего? Мы ее сможем прихватить этой рукой. Если мы ничего не умеем, сможем захватить эту руку. Потому что что происходит? Когда идет, режет кто-то кого-то. Из-за чего, говорят, произошло происшествие 20-30 колотых резаных ран. Найден труп и столько ран. Не из-за того, что человек садист. И он его лупит, 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 лупит. А из-за того, что он его лупит, а человек не падает. Он его лупит, а он не падает. И он его на 20-м, на 30-м ударе, он только начинает обмекать. И это прекращает, убийца прекращает наносить эти удары. Вот из-за чего. Поэтому здесь движение, оно будет именно такое. То есть он будет именно рубить, 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 рубить. Поэтому здесь движение идет сразу. Все, убежали. И не нужно с ним бодаться, отняли нож или не отняли нож. Наша задача какая? Защититься. И убежать. Это все главные криминальные события недели. Если вы что-то пропустили, заходите на наш сайт. А на сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин